Автовокзал возобновил работу На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 31 энергоблок, в ремонте 7 энергоблоков, выполнение задания ФАС на 101,09%, фактическая мощность 23 716 мегаватт. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе у нас три блока. Третий блок работает пятой машиной. Продолжается капремонт ТГ-6 57 сутки. Суммарная мощность 2643 мегаватта. По работающему оборудованию существенных замечаний нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС с начала марта составила 63 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 3 миллиона киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 3,2 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана 163 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 2 марта в Десногорске возобновил свою работу автовокзал. Теперь стали возможны пригородные, внутриобластные и межрегиональные автобусные сообщения. Как отметил на торжественном открытии обновленного объекта глава муниципального образования города Десногорск Андрей Шубин, в реализации муниципального проекта по возобновлению работы автовокзала большую помощь и поддержку оказали концерн «Росэнергатом», Смоленская АЭС, губернатор области Алексей Островский и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Внутри здания выполнен косметический ремонт, заменена электропроводка, сантехника, подключено отопление, установлено электронное табло с расписанием и маршрутами автобусов, организована система видеонаблюдения, оборудованы рабочие места кассиров. На внутренней территории располагаются крытые и открытые перроны для посадки и высадки пассажиров, а также места для стоянок автобусов между рейсами. Отрадно, что та проблема, которая существовала у нас в городе несколько лет, решена успешно. Уверен, что жители города, работники Смоленской атомной станции, уезжая с нашего Десногорского автовокзала в путь, будут получать удовольствие. В настоящее время организованы перевозки по шести маршрутам. В планах добавить дополнительные рейсы на Москву и организовать рейсы в Республику Беларусь. «Очень хорошо и удобно с вокзалом. Потому что не на улице люди, что мерзнут, стоят. Все-таки где-то есть посидеть, где-то есть погреться. Спасибо». Автовокзал работает ежедневно с шести утра до 23.30. Билеты можно приобретать непосредственно перед отправкой и предварительно. Расписание движения автобусов размещено в зале ожидания на официальном сайте small-автовокзал.ru Уважаемые Десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 4-5 марта в Десногорске пройдет фестиваль «Олимпийские дни баскетбола» в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом». 5 марта в 19.00 в Цессонии Трино состоится праздничный концерт «Весна, цветы, улыбки». 7 марта в 13.00 в санатории-профилактории «Лесная поляна» пройдет праздничное гуляние «Здравствуй, весна, красна». Приглашаем всех желающих. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанц вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok